Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Беларусь и Россия. Общая история, общая судьба. В Бресте прошли мероприятия, посвященные 25-летию Дня соединения народов Беларуси и России, который ежегодно отмечается 2 апреля. Более тысячи человек приняло участие в 11 организованных мероприятиях по наведению порядка в городе Бресте. Только в городском саду и на набережной Муховца высажено 200 кустов сирени, 16 деревьев лиственницы и 50 кустов дерна. Если сок, то только березовый. Ценители полезного всегда выбирают именно этот древесный напиток. В Брестской области активно идет сбор березового сока. Где его можно легально приобрести и как правильно переработать советы и рекомендации от нашего корреспондента Ирины Левчук и героев ее материала. Итак, мы начинаем. День единения народов Беларуси и России отметили накануне в Бресте. Очередной раз напомнить о главном в отношении двух держав собрались в областном центре представители администрации города и области, консульство России и гости. Каждый участник праздничного мероприятия подчеркивал, что этот год в Беларуси объявлен годом народного единства и это говорит о многом. Подробности в первом материале выпуска. 2 апреля 1996 года в Москве был подписан договор об образовании сообщества России и Беларуси. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, еще один договор о Союзе Беларуси и России закрепили законодательно. Он дал новый импульс процессу взаимной интеграции двух стран, которые сегодня активно развиваются, строят экономику, формируют информационное и политическое пространство. Сегодня, 2 апреля, мы называем Днем единения народов Беларуси и России. Замечательный праздник, который в сути своей опирается на память и опыт старших поколений. В то же время этот праздник, он устремлен в будущее. Он символизирует уверенность, незыблемость нашей многокриковой дружбы. А также, конечно, он символизирует непреклонность того, что нами было сделано, что нам делается и то, что будет делаться. И в единении народов наших еще кроется действительно мощный такой резерв жизнеспособности наших государств. И история не раз доказывала, что когда мы вместе, мы все можем сделать. Вот уже четверть века длится процесс взаимной интеграции Беларуси и России. Современные отношения между двумя государствами активно развиваются и укрепляются. Способствуют этому разные точки соприкосновения. Культурные взаимоотношения и активное сотрудничество в направлении образовательной и научной сферы, а также в молодежной политике. Все это лишь малая часть того, как построены региональные отношения, которые в совокупности подкрепляют искреннюю дружбу между народами. Очень много регионов, с которыми наша область заключила экономические соглашения по развитию в различных отраслях. Это экономика, это туризм, это образование. То есть, в принципе, связи между Россией и Беларусью это не пустые слова. Это те нити, которые связывают нас и которые, наверное, помогают нам вместе с нашим братским российским народом двигаться вперед, развиваться. Несмотря на различные проблемы, которые жизнь перед нами ставит, это и пандемия, это и экономические всякие вопросы. Трудоустройство, равные возможности на территории двух государств, социальная гарантия – все это нас объединяет. Но главным вектором развития была и остается экономика. Порядка 80 регионов Российской Федерации плотно сотрудничают с Брестским регионом. С 19 регионами подписаны соглашения об экономических, социальных и иных интеграционных процессах. Брестская область и город активно в них включены. Что относится к частности именно к городу Брест, то хочется отметить, что даже по итогам 2020 года экспорт наших товаров в Российскую Федерацию, он превысил 1 миллиард долларов США. А если быть точнее, это 1 миллиард 298 миллионов долларов США. В том числе хочется отметить, что, конечно же, из этих регионов самое основное – это Московская область, 500 миллионов долларов США, и, наверное, те товары, которые, в принципе, бренд города Бреста, то есть молочные товары, 41%. Это газовые плиты, это переработка рыбы, это мясная продукция и так далее. Праздничный концерт, посвященный важной дате в истории белорусского и российского народа, стал финальной точкой. Со сцены звучали композиции в исполнении творческих коллективов нашего города, которые сопровождались бурными овациями. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что происходит в Бресте. Весеннее преображение города над Бугом. Апрельские субботники. Пока еще не республиканские, а городской. Эта инициатива Брестской мэрии уже прижилась и стала своеобразным символом того, что весна пришла. Следует навести порядок в большом хозяйстве. Так было и старе, так есть и сейчас. По предварительным подсчетам, порядка тысячи брещан, это что касается предприятий и организаций, а еще горожане убирали придомовые территории, вышли на субботник. Частичка труда каждого из нас есть во многих объектах города. Работали в этот день все и вместе. Такой порыв объясним просто. Общее дело объединяет, а главное результат этой сплоченности налицо. В этом убедились и корреспонденты нашего канала. Для многих горожан утро выходного дня началось не с кофе, а с городского субботника. Более тысячи человек решили посвятить субботу благому делу. Сделать любимый город чище, уютнее и зеленее. Пример подавали и представители городской администрации. Трудовую акцию они проводили на территории набережной, где работы по благоустройству идут в контексте общего строительного проекта. В этом году мы уже посадили 3200 деревьев. И стоит задача не останавливаться дальше. Осенью посадки будут продолжены. Для того, чтобы все видели, какие деревья посажены в этом году, губернатор предложил очень интересный проект – колышки, которые мы убиваем все зеленого цвета. То есть все деревья с зелеными колышками – это посаженные в 2021 году. Благодарен брещанам, которые откликнулись на эту акцию. Совместно с профессионалами из коммунального хозяйства у нас эти проекты реализуются. И только в рамках ЖКХ, коммунальника, 11 точек, где сейчас работают наши жители города. Помимо уборки территории и других проектов. На набережной вдоль Муховца работники горысполкома высадили 200 кустов сирени. К слову этого, кустарника с лиловыми или белыми душистыми цветками в областном центре в скором будущем станет больше. Такую задачу поставил председатель облсполкома Юрий Шулейко. Признаюсь, что новым губернаторам поставлены задачи побольше сирени в нашем Бресте. Я думаю, что это абсолютно соотносится с задачами развития нашего города. У нас в рамках реализации генерального плана есть научно проработанная схема озеленения города. То есть это никакая импровизация. Хочу сирень, хочу дёрен, хочу хвойные. Это всё на научной основе. Но не только сирень появится на территории набережной. В планах создание сада непрерывного цветения, а также удобной инфраструктуры. К слову, общая длина набережной составит более трёх километров, а потому и планы на неё масштабные. Мы планируем продлить её, сделать здесь пешеходную зону и выйти на улицу Машерова, к музею паровозов. Задумка такая, чтобы уйти от традиционной бетонной набережной, а сделать её в таком виде, в котором она вот здесь. Мы вот в нашем проекте вот это всё не трогаем. Просто подрежем деревья, просто наведём порядок и будет отдельная дорожка для велосипедов, отдельная дорожка для прогулок и освещение. Это будет зона такая тихих прогулок. Плюс ещё хотим со временем насытить здесь фудкортами зоной, какими-то развлечениями. Но это всё будет потом, потом, потом. Наша задача, скажем так, прорубить маршрут, по которому можно будет ходить и ездить. А дальше жизнь сюда, она сама собой придёт. И пока реализация проекта набережной только набирает обороты, в городском саду, который уже занял почётное место среди знаковых мест областного центра, работа идёт полным ходом. Сегодня здесь нашли прописку 16 деревьев лиственницы и 50 кустов дёрина. Кроме того, горожане собирали сухие листья и ветки, создавали чистоту. Многие приобщали к этому благому делу всю семью. Наш город, наш любимый город, он самый уютный, самый хороший. Мы всё время это ребёнку доносим, мы с ним любим гулять и в городском саду, и в городском парке. Поэтому это очень важно, показать ребёнку, что город должен быть чистым и парк уютным, городской сад замечательным. Поэтому приезжаем к труду, трудимся дома, трудимся в городе. Чтобы действительно чище было, чтобы было приятно, чтобы можно было прийти в другой, иной день уже все вместе с семьёй или семьями. И приятно посмотреть вокруг было бы. Приятно сознавать, что Брест не только растёт и развивается, но становится чище, уютнее и зеленее благодаря общим усилиям людей, которые любят свой город. В продолжение темы. Инициативные группы по уборке, благоустройству и озеленению можно было увидеть сегодня буквально по всему городу. Возле моста на реке Муховец, на четвёртом форте и центральных улицах, возле городской набережной и не только. Сотрудники администрации Ленинского и Московского районов вышли на субботник ранним утром, ведь недаром говорят, если хочешь что-то изменить, начни с себя. К ним присоединились коллективы нескольких десятков брестских организаций и предприятий. Жители нашего города, которые привыкли видеть его чистым и ухоженным, тоже не смогли остаться безучастными. Обо всём этом расскажет наш следующий сюжет. На первый взгляд уборка территории может показаться чем-то рутинным и малоинтересным. Но только не в случае, когда на субботник в лесополосе по 2-й Белорусской улице выходит дружная компания в составе 68 человек, а настрой задаёт сам глава администрации. Ленинского района в полной экипировке с мусорным пакетом и спецприбором для накалывания бытовых отходов. Много очень мест в городе, которые нужно общими усилиями пройтись и весь тот мусор, который появился в результате жизнедеятельности нашей убрать для того, чтобы, когда пройдут тёплые дни, и трава была зелёная, и ничего в ней не было, можно спокойно было пройти по любому участку нашего города. Например, в Брестской крепости Герой сегодня работает наш областной военкомат, городской военкомат. Работают ещё четыре организации города на разных участках. Это место наше, как говорится, оно традиционное. Значит, здесь ленинская администрация уже больше десяти лет, значит, во время субботников наводит порядок. Кроме этого, вот, допустим, сегодняшний субботник, то ленинская администрация организовала, ну, в 42, значит, местах люди работают. Сегодня, значит, кроме того, значит, пошла информация на предприятия, организации, чтобы они приняли участие, значит, в этом субботнике навели порядок и на своих территориях, и на прилегающих территориях. Крещанин Вадим прогуливался утром с собакой по лесному массиву и был немало удивлён, застав за уборкой более 60 работников аппарата администрации Ленинского района, отдела образования и Центра социальной защиты. Удивлён ровно настолько, что не смог удержаться и принялся за уборку вместе со всеми. Утром, как всегда, выходил с собакой гулять и заметил контейнер. Один из ребят сказал, что будет в рамках городского субботника здесь планируется мероприятие по уборке леса. Не хотелось быть безучастным и решил принять участие. Участие в субботнике приняли и сотрудники Московской администрации нашего города. К их чести надо сказать, что для уборки они выбрали не самое лёгкое место. Небольшую, но сильно засорённую канаву расчищали общими усилиями. Ведь неподалёку находится встроенный детский сад, открытие которого запланировано на апрель. В это время сотрудники предприятия «Коммунальник» совместно с отделом образования Московского района высадили более 190 кустарников. Администрация Московского района проводится работой на объекте. Это новый встроенный садик в жилом доме по Колеснике 3. Работник отдела образования как раз занимается посадкой зелёной растительности. Мы, мужики, скажем так, администрации наводим порядок, чистим, скажем, полосу, скажем, водоотводной канал находится за садиком, поэтому там проводятся работы. Плюс у нас сегодня работают на объекте 4-м форту, наводят тоже собирается порядок. И работают в Московском районе сотрудники департамента Московской охраны, Следственного комитета, ЖРЭУ. Это сквер на Папанино. Там тоже сегодня проводятся, скажем, мероприятия по благоустройству того зелёного сквера. А вот и сквер на Папанино. Здесь с самого утра трудится порядка 40 человек. Работа идёт сразу в нескольких направлениях. К уборке подошли серьёзно. И задействовали даже спецтехнику. Манипулятор для погрузки, вышку и 4 самосвала для вывоза мусора. Сегодня у нас проводится городской субботник с участием работников Следственного комитета отдела департамента охраны и КУП ЖРЭУ города Бреста. Как видите, это сквер на улице Папанино, который с года в год приводится потихоньку в порядок. Если в первый год была вот эта часть убрана, второй год, вот уже, насколько вы видите, где-то приблизительно, практически половина сквера уже приведена в хорошее такое нормальное состояние. На сегодняшний день мы просто пытаемся как-то поддержать эту хорошую традицию и продвинуться ещё больше вглубь. И таким образом, в общем-то, без больших затрат для каких-то бюджетов городского, областного, неважно, просто при помощи людей, которые неравнодушны, приводим в порядок данный сквер. Любой из нас предпочтёт пройтись по чистой улице, прогуляться по парку или скверу, где не валяется бытовой мусор и прочие отходы. А поэтому не обязательно ждать очередного субботника. Ведь каждый из нас знает, что доброе дело приносит не только пользу окружающим, но прежде всего радость и хорошее настроение самому себе. Действительно, именно такие вот уже традиционные в Бресте инициативные субботники свидетельствуют о том, что весна пришла. Участвуют в них, если не все горожане, то очень многие. И с каждым годом таких инициативных становится больше, что не может не радовать. Неудивительно, на кону порядок, чистота и ухоженность родного города. И, кстати, молодежь Бреста первыми взялась за дело, инициировав еще месяц назад акцию под одноименным названием «За дело». Прошедшая неделя оказалась максимально плодотворной для молодых активистов. Много проделано, но много еще и впереди. Планы выстроены, ребята их выполняют. Алена Миневич продолжит тему. «Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею», писал в своей поэме «Хорошо» Владимир Маяковский. Ровно с таким настроем каждый день активная молодежь города вносит свою лепту в большое дело. Уборку города. С 4 марта по инициативе городского комитета БРСМ проходит акция «За дело». Ее цель – помочь городу пробудиться и очиститься после зимнего периода. Но не только. Каждый год у ребят из Союза молодежи стоит цель – вовлечь как можно больше новых лиц. Огромное количество людей наводит порядки на территориях. То есть это и просто люди, которые проходят, где-то видят, если в силах им что-то убрать, они убирают. И в целом хочется также и на будущее призывать любого желающего, кто хочет помочь, кто хочет облагородить какое-то место. Ну, не быть в стороне. Подойти, если можешь, помочь чем-то убрать, не знаю, листья убрать, чтобы красивое, чистое место было. В рамках месячника по благоустройству были затронуты все участки города – улицы, скверы и парки, памятные места, не забыли и про прибрежную зону. В один из дней активная молодежь отправилась наводить порядок вдоль экологической тропы «Дорога жизни». Судя по боевому настрою и задору, ребята были готовы приложить все усилия для того, чтобы ее территория приобрела более ухоженный вид. Цель нашей акции – это показать жителям города Бреста, что в принципе не нужно ждать и смотреть на этот мусор, а можно вместе с компанией собраться, молодежь особенно, и убрать, и порадоваться за самого себя, что я сделала такое хорошее дело. Новый день – новое благое дело. Близится великий праздник 9 мая, а значит, предстоит отдать дань нашему прошлому. Посетить все памятные места города, навести там порядок и возложить цветы. Это историческая акция. Мы должны с трепетом и уважением относиться к нашим предкам и их героическим поступкам. Активисты БРСМ совместно с Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям приехали в микрорайон Гершоны, чтобы навести порядок на территории воинских захоронений. В Беларуси, в том же самом Советском Союзе погибло очень много людей, в том числе и белорусов. А также мы хотим показать пример молодежи, то, что нужно не забывать прошлое. Также бережно относиться к природе и не засорять ее. Сегодня выбрали эти места, потому что исторически на самом деле эти места пропитаны таким духом. И сегодня мы это малая часть того, что мы можем сделать в благодарность тому, что мы сегодня живем в спокойное мирное время, под чистым небом. Поэтому сегодня эта акция нужна. Это лишь два места, которых сегодня мы затронули. Но в течение месяца мы уже и проводили такие также акции. Алена Миневич, Эдуард Бокунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Если сок, то только березовый. Ценители полезного всегда выбирают именно этот древесный напиток. Он богат витаминами, которые помогают восстановить силы организма после зимы, когда простудные заболевания снизили иммунитет. Березовый сок прекрасно справляется с весенней депрессией и усталостью повышает гемоглобин. А фитонциды, содержащиеся в нем, убивают бактерии и защищают от вирусных инфекций. К слову, чтобы приобрести этот целебный напиток, далеко ехать не нужно. Заготовка сока уже вовсю идет на делянках Брестского лесхоза. Заготавливать его начали еще неделю назад, а значит, стоит поторопиться, если хотите приобрести пару-тройку десятков литров живительного напитка. А вот где его можно легально приобрести и как правильно переработать, чтобы не потерялись целебные свойства, советы и рекомендации от нашего корреспондента Ирины Левчук и героев ее материала. Плачут березы, то плачут березы. Заблакали березы в Брестском лесничестве 23 марта. Кажется, совсем неудивительное действие, но уникальное по своему происхождению. Не зря у людей с древних времен ценный древесный сок был символом здоровья и красоты, как и сами березы, символом славян, воспетая неоднократно в стихах и музыкальных произведениях. Блосвольные красавицы отдают животворный нектар людям, но подходить к процессу сбора сока необходимо очень осторожно. Березы для подсочивания выбирают в соответствии с несколькими критериями. Главное из них – диаметр дерева должен достигать не менее 20 сантиметров. Также важен возраст. Выбирают березы постарше – за пять лет до наступления возраста рубки. Наша съемочная группа побывала на одном из участков Муховецкого лесничества. Берез здесь не так уж и много, но бережное отношение к ним в ежегодном процессе сбора сока позволяет собрать с одной делянки порядка 80 тонн. А всего в Брестском лесхозе планируют заготовить порядка 380 тонн древесного сока. Весь собранный урожай пойдет на реализацию для населения. Специалисты знают, как собирать сок правильно, не повредив белоствольные красавицы, а потому самостоятельно заниматься сбором, варварски подходя к процессу. Не стоит. Это грозит немалыми штрафами, тем более, что цена за литр не так уж и высока – 18 копеек. Если же человек захотел попробовать нарушить закон и сделать это самостоятельно полностью, предусмотрены штрафы 20 базовых для физлиц, 50 для индивидуальных предпринимателей и 100 базовых для юридических лиц. То есть как бы несоизмеримо. Мастер леса Николай Кассианик провел для нас своеобразную экскурсию. Он знает, где лучше, в какое время собирать березовый сок и каким он должен быть по цвету, чтобы эффект от его употребления не заставил себя долго ждать. Волшебство? Нет. Просто богатый набор витаминов, нектарей, весенней депрессии, а также другие недуги уйдут. Организм очистится и скажет вам спасибо. Самый сок по качествам – это уже, который идет в середине. То бишь, первый сок – это надо березки прогнать. Вот это все, что за зиму накопилось. Все, она, даже некоторые сокозаготовители придерживаются мнения, что первый сок пару дней сливают, а потом уже для населения, для реализации. Потому что, ну, такое мнение бытует, что вот этот, который уже в серединке сок, он и кристальнее, и уже вкусы будет немножко уже со сладинкой такой. Кажется, откуда такие познания у Николая? Работа – да, она обязывает. Но есть и кое-что другое. Вся его семья от мала до велика уважает этот живительный напиток и каждый год закатавливает его в больших количествах. Но любовь любовью его еще надо правильно приготовить. И вот здесь равных маме Николая, Ольге Ивановне, нет. Она знает много рецептов заготовки полезного напитка. Но, как отмечает хозяйка, чем проще рецепт, тем вкуснее сок. Бывав в гостях у профессионала и не узнать некоторые секреты консервации просто невозможно. Итак, хозяйкам на заметку ловите супер-рецепт. Мы должны тщательно процедить через марлечку мед, чтобы не допустить никаких ни мошек, ни коры какой-то. Затем мы поставим на медленный огонь его в процессе нагревания. Мы добавляем сахар и лимонной кислоты. И нагреваем до температуры примерно 80 градусов. Но не кипятить, чтобы что-то полезное в нем осталось. Вышесказанному Ольге Ивановне добавляет, можно экспериментировать. Ведь на вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Рецептов для консервации березового сока великое множество. Для вкуса добавляют и апельсин, и мяту, и изюм, и даже ягоды. Ключевую роль в выборе рецепта будут играть вкусовые предпочтения хозяйки. Но какое исполнение вы бы не выбрали, ясно одно. Такой сок, особенно в летний период, настоящая находка. С октября 2018 года на территории Петровического лесничества начались работы по реализации программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020, которая направлена на сохранение природного наследия в бассейне реки Буг. Цель проекта – создать более благоприятные условия для местных жителей и повышение туристической привлекательности региона. Партнерами в рамках программы стали Полесский аграрно-экологический институт, Национальная академия наук Беларуси и организация «Экобуг» из польского Тересполя. На одном из объектов проекта – экологической тропе, которая уже приобрела удивительный вид, и то ли еще будет, побывала Людмила Логодич. Небольшой автомобиль под кодовым названием «Манипулятор-погрузчик» паркуется у леса. В прицепе – редкий и ценный груз, инсталляция из дерева и кованых элементов для экологической тропы. Здесь будет первый из стоянок пешего маршрута под названием «Духи природы» со стендом о мифических существах Беларуси. А принадлежит композиция одному из авторов Брестской аллеи фонарей, профессионалу кузнечного дела Александру Чумакову. О таких, говорят, талант и золотые руки. А потому организаторы, не раздумывая, предложили ему работу в проекте. Этот проект так и называется «Чистая вода». Был он разработан и принят к исполнению в 2014 году. Европейский союз, Украина, Польша, Беларусь. Для того, чтобы все реки, которые с территории СНГ втекают в европейский бассейн, в евросоюзовский бассейн, несли на себе чистые воды. Для этого реконструируются очистные сооружения на этих реках. И в качестве пропаганды здорового образа жизни, с сохранением экологических ресурсов, с заботой о природе, которая нас окружает. Вот такое небольшое ответвление в этом проекте, как тропа чистой воды. Несмотря на то, что проект еще не завершен, поездки выходного дня и экскурсии в это живописное место уже сейчас не редкость. Ведь на территории Петровичского лесничества находится биологический заказник непокойщицы, который с удовольствием посещают и дети, и взрослые. Экологическая тропа и заказник непокойщицы – это одно из уникальных мест, которые можно посетить. Ребята здесь узнают очень много нового, полезного для себя. Они убирают эту территорию, они помогают не только убирать, но и развешивать кормушки в зимний период, ухаживать за птицами и сотрудничество с лесничеством помогает повысить экологический уровень знаний учащихся. Мы очень часто приезжаем и будем продолжать приезжать. Мне очень нравятся эти скульптуры, которые здесь установлены, потому что они сказочные, интересные, и такие нигде не увидишь больше. Еще один заповедный уголок белорусской природы, где можно полюбоваться ее красотами, подышать чистым воздухом и рассмотреть вблизи грациозных оленей. Эти животные привыкли к человеку, непугливы. Их вы обязательно увидите по пути к стоянке под названием «Лесной пруд» и его обитатели. И здесь гостей встречает новый персонаж. Это лишь часть композиции, которая со временем будет дополнена. Весь пеший маршрут экологической тропы растянется на 1 километр 800 метров. Проект наш называется «Чистая река. Главный приоритет». Партнерами в данном проекте является Жабенковская ЖКХ. Мы являемся ведущим, бенефициаром. Также у нас есть белорусский партнер Полесский аграрно-экологический институт, город Брест. И фирма «Экобук» – это Польша, республика Польша. В рамках данного проекта у нас идут строительство очистных сооружений для города Жабенки. И также мы здесь сделаем экотропу. Она начинается на территории лесничества. Там будет расположено, по-моему, порядка 17 локаций. То есть какие-то информационные стенды, там будут с QR-кодами. То есть можно будет проводить, мы планируем со школьниками квесты. Пежий маршрут будет рассчитан на 2,5 часа. Здесь еще появятся стоянки «Зеленая школа», «Лесной», «Ксилофон», «Сенсорная площадка», где можно будет, например, продегустировать различные фрукты и овощи и почувствовать аромат пряных трав. Мы не будем раскрывать всех секретов. Однако уже сейчас понятно, что на Брещене появится еще один важный туристический объект, который станет точкой притяжения жителей и гостей региона. Продолжение следует... Спасибо вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Продолжение следует...